10 мм структура ТСК устанавливаем за место старого поликарбоната. Всех приветствую на нашем канале. К нам снова поступила заявка на ремонт навеса, в частности замена поликарбоната. Этот поликарбонат отслужил у заказчика 4 года и выгорел на солнце из-за того, что просто отсутствовала UV защита и образовались вот такие вот дырки на поликарбонате. Изначально цвет у поликарбоната был коричневый, но выгорев на солнце он превратился в какой-то желтый. Этот поликарбонат был установлен следующим образом. Достаточно много накручено было термошайб в листы поликарбоната. Термошайбы прозрачные, не в цвет поликарбоната. Соединительный профиль неразъемный. Поликарбонат слабый. Как я и говорю все время, он неплохой, просто он не для этих целей. Он не подходит для изготовления навесов, для изготовления качественных навесов. Термошайбы здесь установлены прозрачные, видимо у исполнителя просто не было в наличии необходимого цвета. Поэтому решили установить сюда термошайбы прозрачные. Кстати, купить прозрачные термошайбы можно по ссылке на Озоне. Ссылку на самые распространенные цвета я оставлю в комментарии снизу. На Озоне можно заказать термошайбы. Ну вот, начинаем демонтаж. Срываем крышки. Довольно легко они срываются ножом. Предыдущий исполнитель использовал обычные саморезы с пресс-шайбой под крестовую отвертку. Демонтаж поликарбоната занял у нас чуть более часа. Навес размером 6х6. Стоит на четырех опорах. Металлоконструкция, конечно, нам показалась хлипенькой. Но металлоконструкцию нас не просили доделывать, ремонтировать и так далее. Мы приехали только на замену поликарбоната. Обрешетка здесь варена в одну плоскость с фермами. Шаг между обрешеткой порядка 60 см. А вот он и поликарбонат наш. Цвет бронза. Марка Polygal Standard TSK. Вот так выглядит структура TSK. Многие рекомендуют плотный поликарбонат, вот такой, как десятку стандарт Polygal, резать циркулярной пилой. Циркулярной пилой резать его действительно просто. Но есть один существенный минус. Наэлектролизованная стружка залетает в соты во внутрь поликарбоната. Ее оттуда очень сложно достать. Поэтому мы стараемся резать строительным ножом. Прорезаем сначала верхнюю часть поликарбоната. Затем, как гипсокартон, заламываем его. И снизу уже дорезаем внутреннюю часть поликарбоната. Рез получается довольно ровный. Без лишнего шума и без лишнего мусора. Конечно, большие толщины поликарбоната 16, 25, 32 мм. Наверное, не получится прорезать ножом. Приходится резать циркулярной пилой или болгаркой. Итак, дальше. Закрываем соты перфолентой с обеих сторон. Поскольку навес арочный и конденсат, который будет собираться в сотах, должен выходить через перфоленту с обеих сторон арки. Перфолента используется для того, чтобы просто туда не попадала пыль. Как пылезащита она используется. На перфоленту обязательно нужно надевать торцевой профиль. Для того, чтобы как минимум он защищал эту перфоленту от вредных воздействий атмосферы. Ну, дальше. Поднимаем лист. Поскольку у данной металлоконструкции не соблюдена диагональ, сантиметров, наверное, 20, нам приходилось каждый лист выставлять, подрезать под эту металлоконструкцию, чтобы не нарушить общую картинку навеса. После того, как мы замерили, отрезали как нужно лист, мы его прихватываем буквально на два самореза, чтобы он не улетел, чтобы он никуда не подвинулся. На два или даже на три самореза. Затем выставляем базу соединительного профиля возле этого листа, где будем стыковать лист. Также ее прикручиваем уже капитально. Что касается базы, обязательно нужно оставлять термозазор, зазор на терморасширение. Он порядка 5 миллиметров в этой базе. Там стоит отметка, до которой нужно вкладывать лист поликарбоната. Такая своего рода полоска. Напомню, что у нас металлоконструкция довольно кривенькая, поэтому мы... Средний лист нам пришлось подрезать с трех сторон, чтобы он соответствовал контурам металлоконструкции. Поскольку заводской рез, заводские листы с завода имеют прямые диагонали, очевидно, что при несовпадении диагоналей на металлоконструкции приходится приходится подгонять листы уже под металлоконструкцию, чтобы свесы поликарбоната по краям навеса были одинаковые и опять-таки общий вид был целым. После того, как все листы на месте, начинаем прокручивать термошайбы. При монтаже поликарбоната для термошайб нужно оставлять зазор на расширение, поэтому мы будем сверлить отверстие сверлом 8 мм, а использовать саморез 5,5 диаметром, чтобы компенсировать тепловое расширение. Термошайбы будем использовать на резиновые, поскольку они обеспечивают довольно плотное примыкание к поликарбонату и герметичное соединение. Эти термошайбы универсальны под любую толщину поликарбоната, также их часто используют для монтажа монолитного поликарбоната. Они долговечные и удобные в работе. Заказать их можно, кстати, по ссылке в Озон, которую я оставлю в комментарии, который закреплю. Закончили мы реставрацию навеса. Этот цвет бронза, бронза 42%, светопропускаемость у него бывают сильно темнее поликарбонаты. с таким же цветом. Также иногда заказывают почти что глухой, то есть почти что непроницаемый цвет, но это не складская позиция, это надо заказывать на заводе и довольно долго ждать. Актуальные цены на поликарбонаты и комплектующие вы можете посмотреть на нашем сайте plastnaves.ru спасибо за просмотр!